Приветствуем вас, друзья, которые здесь с нами, не находятся в Доме Молитвы, но с нами в прямом эфире. Сегодня у нас служение, особое служение, и мы видим. И перед тем, когда у нас будет молитва, я предлагаю рассуждение, одну мысль, и место Священного Писания, которое записал Марк в своем Евангелии, оно записано в 14 главе, прочитаем с 10 стиха, с 12 стиха. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем приготовим. И посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того, учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу, большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Это была Ветхозаветняя Пасха. Заколался агнец, обрабатывался, очищался, запекался на огне и с горькими травами, с пресными хлебами ставился на стол. Это было воспоминание освобождения народа израильского. И ученики были вокруг учителя. И когда подошло к концу, к вечеру, Иисус предсказал им, что он будет предан. Ученики смутились, и каждый задавал вопрос, не я ли Господи? И он предсказал, обмакнувшись со мною хлеб в блюдо, тот предаст. И когда ушел Иуда внутри, приняв решение обличаемое, тогда Иисус взял хлеб, обычный хлеб, который всегда они ели, и он его взял в руки, благословил, преломил и раздал, сказал, примите это тело мое. Так никогда не было. Ученики приняли, быть может, не все поняв. Потом он взял чашу, которая была у них, быть может, это была горшечная чаша с вином, возблагодарил, подал и сказал, пейте из нее все. Это кровь моя, которая изливается за многих. Это было нечто новое, что оставил Христос ученикам. И то, что он сказал, я уже не буду пить от плода винограда до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божием. Это событие, которое еще не исполнится, которое ожидает церковь, которая будет там в вечности. Как будет, не знаем. Но Господь соберет всех детей своих, и разделит святыню, вечерю. А на сегодня у нас день, к которому мы готовились особо. И мысль моя, она имеет основание на стихе 15. И когда он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте мне Пасху. Я назвал мою проповедь «Горница готовая». Дорогие братья и сестры, это событие прошло почти 2000 лет тому назад. Сегодня в доме нашем, позвольте сказать, в горнице нашей, большой, устланной, приготовленной, все готово, чтобы исполнить заповедь. Но я не об этой горнице. Я не о той горнице, в которой ученики собрались, и не об этой. Апостол Павел говорит, «Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущего в вас, Святого Духа, которого вы имеете от Бога? И вы не свои. Вы куплены дорогую цену, и поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божией». Внутренность наша, там, где Дух Святой поселился, где возродил нас, и где обитает внутренность наша, позвольте ее назвать горницей, приготовленной. Апостол Павел позже, приняв от Господа, прошло буквально, может быть, 25 лет, церкви апостольской, и он пришел в Каринф, и он нашел, что там неправильно преподают вечерю, неправильно участвуют, и он, приняв от Господа, передал нам порядок, что означает вечеря, как ее нужно исполнять, и что нанесет за собою. Это слово передано к нам, это слово мы придерживаемся. И там написано, там не написано, какой должен быть хлеб. В нашей горнице вот устланный хлеб не такой был, как был у учеников пресный, но он лучший, с лучшей муки, по лучшему рецепту, испеченный. Чаша не такая была, как у учеников, но лучшая, из драгоценного металла, и там вино, лучшее, которое куплено со звездой Давида, кошерное, специально для этого приготовленное. Но и это не главное. Апостол Павел не написал, какой должен быть хлеб, какое должно быть вино, а написал, какой должен быть внутренность наша. И он говорит, если мы, не рассуждая о теле Господне, принимаем участие, то недостойно принимаем. Он говорит, да испытывает себя, внутренность свою. Человек, и вот когда испытывает, таким образом, пусть ест хлеба и пьет из чаши. Последний раз, когда вот осенью приезжал к нам брат Франц Гергардович Тисин, он был у нас на служении, а потом мы были в маленьком кругу за круглым столом, за чашкой чая, имели разговор, такой доброй беседу, и он вспомнил, говорит, он живет в Карагандинской области. Это восточный Казахстан, суровый. Братья наши поехали, помните, в марте, когда уже весна приходит, и попали в такой снег, который выше машины снег был. И в такие морозы, если бы не милость больше, замерзли бы, когда машина отказала отапливать их. И вот в этом Казахстане, восточном, там был лагерь, управление, главное управление лагерей, ГУЛАГ. И он говорит, эта территория, я никогда не знал, она превосходит несколько современных Франций по своему объему, площадь этих лагерей. И вот именно в Карагандинской области Карлаг был, Карагандинский лагерь. И там были, они основаны еще были Лениным, Троцким в 1917 году, в 1917. Поша, Сталин довел их лагерить до совершенства. И там находились в 1938 году, в 1938 году, там было порядка двух миллионов заключенных. Среди заключенных были там воры, грабители, убийцы. политические заключенные, учители, докторы, профессоры, люди искусства, люди науки. И были христиане. Потому что политика государства была, это были идеологические враги, которые поклонялись Богу, и они находились в тюремном заключении. Это были страшные, это было государство в государстве. Это машина, которая работала на уничтожение людей. И вот прошло время, и из заключения, выходя, христиане, они селились в окрестностях Караганды. И Франц Георгиевич говорит, мы сидели как-то на беседе, один брат говорит, который прошел эти лагери, говорит, находясь в лагере, в стесненных обстоятельствах, мы так рады были, когда встретили брата и иметь общение, поговорить, помолиться вместе. И говорит, даже были возможности, когда мы совершали вечерю. Это, говорит, было хлеб, который они от пайка своего в карман, а потом не такой хлеб, не такой, как у Иисуса был с учениками. Это был хлеб, не имеющий определенного цвета, ни вкуса, ни запаха, лагерный хлеб. Говорит, у нас вина не было, они брали, чаши не было, баночку из-под консервы, омытую, чистую, наливали воды и туда кристаллик марганцовки, и она становилась красной. Мы, говорит, принимали вечерю. На этой беседе один брат говорит, ну, это уничижение в вечере, это же святыня. Брат этот помолчал, а потом говорит, а для нас это была святыня. Это вот в тех трудных обстоятельствах, где смерть была вокруг и рядом, они с братьями могли в темноте, пред под луной взять хлеб этот, возблагодарить, преломить. Господи, это тело Твое за меня ломимое. Они брали это красный напиток, принимали. Это кровь Твоя омывшая меня. Это было святыня, это было сила Божия. Они не возближали, они не сидели, они не стояли, как у нас принято в церкви. Они стояли на коленочках на промерзшей заснеженной земле. И это было общение друг с другом и с Богом. Братья и сестры, как вы думаете, состояние горницы то, было готово или нет? Вот там, я думаю, в тех условиях, там нельзя говорить слова одни, а делать по-другому. В тех условиях не говорят, в тех условиях, как говорят, так и делают. И там не выживешь по-другому. И там без охраны Божьей, без защиты, без помощи не выживешь. А тут у них было общение, вечеря. Так вот, я к тому. Можете представить состояние тех братьев, внутренней горницы их, души их пред Господом? Вот что ценно. Прошли времена Первопостольской церкви, гонимой церкви, когда при Нероне, Максимиане церковь была рассеянная, а многие были схвачены в Колизей, на сцену брошены, и на них спускали диких разъяренных зверей. И церковь была терзаема. Но всегда, во времена Нерона, во времена сталинской репрессии, всегда людей удивляла стойкость христиан. Почему они, когда одни остаются, и они жизнью своей не дорожат, ради того, в которого они верят. Прошли те времена, сегодня время, которое мы характеризуем время лукавое и развращенное. И я верю, и слово говорит, что во все времена дети Божьи, Церковь Христова, каждый в отдельности, он испытывается. Искушение для испытания веры вашей посылается каждому христианину. но вы можете свидетельствовать о себе, мы можем читая, видеть свидетельство и удивляться, откуда стойкость берется. Ответ простой. Для этого Церковь и создал Христос. Он сказал, я создам Церковь мою, и врата ада ее не одолеют. И в Церкви Он сказал, апостол Павел записал, мы члены друг друга, а Он глава. Мы имеем единение с Богом. Если в переживаниях нету брата и сестры рядом, нету плеча, то Он с нами. Самый яркий пример, который мы можем, это правильный пример из книги Библии. Когда мы читаем деяния апостолов, в седьмой главе о последней, о последних часах или минутах жизни молодого последователя христиана, это Стефан. Стефан говорил речь, направляя к людям, которые окружили его и с ненавистью повели его на смерть. И он им возвещал о Господе и написано с 54 стиха, слушая это, они разрывались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнены Духа Святого, возрел на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одеснуя Богу, и сказал, вот я вижу небеса отверстые и Сына человеческого, стоящего одеснуя Бога. Они же, закричавши, громким голосом затыкали уши свои и единодушно устремились на Него. Дорогие братья и сестры, вот оно, откуда берется стойкость, когда Христос сказал, я в Отце, Он во Мне, и вы прибудьте во Мне, и Я в вас прибуду. Вот оно, то единение, вот оно, та сила, вот оно, та стойкость, которая дает детям Божьим. даже перед смертью не склониться, а поднять глаза для встречи с тем, на которого мы уповали. Дорогие братья и сестры, вот оно, то слово, которое Иисус, уходя, сказал, «Сея с вами во все дни до скончания века». Вот оно, то слово, которое Он сказал, «Я с вами прибуду и в вас прибуду». Вот оно, то наше общение с Ним. Дорогие братья и сестры, может быть, кто-то радость имеет начало счастливой жизни. Может, как будто юноша предложил супружество и подарил колечко на палец. Это радостное состояние. Быть может, кто-то идет по жизни и он устал. Быть может, кто-то устал в искушениях, в испытаниях и в болезни. Быть может, кто-то устал, ухаживая за больным. Дорогие братья и сестры, у нас есть утешение и радость. Никогда, никогда мы одни не будем. Господь верен, Он с нами, Он в нас. Он сопроводит до встречи с Ним. Он даст силу, Он укрепит. Только одно состояние важное, чтобы наша внутренность, наша горница была чистой, приготовленной, чтобы Он мог в ней быть и обитель в ней сотворит. сегодня наш взгляд направлен на себя и на Господа Иисуса Христа. На того, который говорил, я не один. Я и Отец, мы одно. Я в Отце, Отец во мне. Это единое. Он этим дорожил, но когда Он пошел на Голгофу, израненный, когда, находясь в Гессимании, Он просил учеников, побудьте со мной, бодрствуйте. Не смогли. Он трижды просил, а потом пошел. В Борене Он был один. Когда пришел, и толпа встретила Его с мечами и факелами, Он говорит, кого вы ищете? Иисуса. Он говорит, вот я. Все разбежали, и остался один. Когда Его бичевали, когда над Ним полк римский глумился, Он был один. Когда Его пригвоздили ко кресту Голгофскому, никого рядом не было. Но о Нем Слово говорит, и Он был безгласен. Но вот только Слово Божие повествует один момент. Матфея, 27 глава, 45 стих. От часа шестого тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом, Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Вот когда Господь издал голос громкий, Бог Отец, Бог Создатель, Тот, Который в Нем, а Я в Отце, Отец во Мне, оставил Сына Своего, отвернулся. И Слово Божие нам говорит, и Бог возложил на него грехи всех нас. Вот когда Сын Божий был оставлен, когда вся тяжесть греха возлегла напречи Иисуса Христа, когда Иисус почувствовал всю тяжесть, ответственность и возмездие за грех, не за свой, за грех мира, Он стал жертвой. Умилостивление за грехи всех нас. Слово Божие нам говорит послание к евреям, 4 глава, 15-16 стихи. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, если тебе трудно, если тебе тяжело, Слово Божие, говорит, Христос испытал все эти трудности. и во всех этих трудностях, во всех испытаниях, во всех искушениях Он не упал и не согрешил. Он может помочь тебе. Он знает мои, твои переживания, трудности, и Он всегда рядом. Он был один. Он был оставлен Богом для того, чтобы ты никогда не был один, чтобы ты никогда не был оставлен Богом. Если тебя друзья предадут, если тебя кто-то оставит, самый близкий человек тебя предаст, Христос останется верным. Если ты в искушениях устал, Он тебя поддержит, Он тебе даст сил, Он с тобою во все дни, до скончания веки. Мы вчера собирались с братьями на молитву, все желающие братья могли прийти. У нас была молитва, мы приготовлялись к дню сегодняшнему. Я верю, что каждый из вас, дорогие братья и сестры, готовился. Но вот перед тем, когда будет хлеб благоставляться, преломляться и разноситься, давайте глянем во внутренность свою, в горницу. Приготовлена она, нет там никакой, я не говорю, грязи, может быть, какой-то нечистоты, может быть, каких-то пылинок, может, чего-то, что Господу огорчение приносит. И в молитве нашей мы можем просить, чтобы Господь очистил, приготовил, чтобы эта чаша была для нас благословением. Когда Церковь Божия собирается, мы не собираемся оплакать Иисуса Христа, Он в этом не нуждается. Важно, чтобы мы проверили себя, испытали себя, и вот в таком состоянии, чистом, когда имея свидетельство пред Господом, могли принять хлеб, тело Его, принять чашу, это кровь Его за Меня, ломимая, проливаемая, которая очистила грех Мой и создела наследником неба. Ему слава и честь ныне и вовеки. Аминь.